Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в кукин-симулятор. Я уже третий раз перезаписываю это всё богадель, новый заказ, форель. А, стейк лосося с варёным картофелем, наконец-то, мой любимый рецепт. Мне сказали, что можно вот тут вот смотреть рецепт, чтобы не ходить всё время в ноутбук, и мы этим будем пользоваться. Возьмём филе лосося, приправим чем-то там, положим на ту же сковородку подсолнечное масло, филе лосося, написали, что нужно сначала на сковородку лить масло, а потом уже все вот эти вот другие вот всякие вот действия с ней производить. Возьмём маслечко, маслечко где у нас? Где у нас масло? Вот кто знает, где у нас масло? А я тоже не знаю, где масло. Подсолнечное масло есть здесь? Кто-нибудь знает, где подсолнечное масло? Ребята, ребята, возвращайте мне подсолнечное масло. Что-то фризить начинает она, если чего хрен. Вот, что это вот сейчас было? Вот вдруг она решила зафризить. Нет, закроем пока этот морозильник-холодильник и встанем, посмотрим, что тут вообще творится на этой кухне. Если я играю красками и переливаюсь из красного в белый, из белого в какой-то непонятный другой цвет, то ты сильно не переживай. Это нормально, меня это очень сильно бесит сейчас, но что ж поделаешь, ничего не поделаешь. Сколько там масла-то надо было налить? Ну-ка, 10 миллилитров. 10 миллилитров это хорошо. Отлично. Бросаем. Нет, это не сюда надо, а то сгорится ещё что-нибудь. Соль, перец, чёрный перец. Так, соль и 5 грамм, чёрного перца 5 грамм. Ну и, естественно, лосося. Лосося. Лосося давай кладись сюда. Чёрный перец. А вот здесь вот лежит. Я просто не знаю, я, скорее всего, это не выложу, что я там до этого делал. Потому что я здесь уже записал чуть ли не целую серию, а потом просто взял и психанул и заново начал. Ну потому что, потому что, блин, мало того, что меня сейчас засвечивал, я сидел здесь как дурачок последний. Как я уже сказал, играл красками. Так я ещё потом затупил и критику что-то там не так сделал. Филе лосося обжарит 60 секунд с каждой стороны. Хорошо. Берём таймер, ставим на минутку, устанавливаем, кладём. И, естественно, поджигаем. Варёная картошка. Добавьте в кастрюлю ингредиенты. Вода 1000 миллилитров, соль 20 грамм, картофель 300 грамм. Варите 120 секунд. Вот здесь у меня лежит суп, который никому уже, наверное, скорее всего, не нужен. Поэтому возьмём-ка мы его и вылим. Ну почти, вот почти как нужно вылили. Так, кладём вот туда вот эту. Наливаем водичкой литр. Ну как положено, как полагается. Как нам сказали, как нас научили гуру готовки. Как нас научили самые умные люди, которые умеют готовить. Вода, соль 20 грамм, картофель 300 грамм. А, соль, соль, подожди, соль это вот, это вот, нет? Да. 20 грамм, да? 20. 20 грамм? 20. Так, сколько там осталось? 10 секунд, успею. Так, с огня снимаем. Берём лопатку, она где-то тут висит у меня. Угу. Так. Подожди. Перевер... Да что ты делаешь-то, ну? Да ну... Ай, правила 5 секунд опять же никто не отменяет. Ну-ка. Мы не в Бургер Кинге, чтобы на открытом огне здесь готовить. Ну-ка. Да чтоб тебя. Эхе. Эхе-хе-хе. А чё делать-то? А как быть-то? Ну-ка давай вот так возьмём. Ага. А я немножечко неправильно сделал, да? Ну да, здесь нужно было вот так просто взять и перевернуть. А я что-то намудрил, намудрил. Берём сковородку, кладём туда. Берём картофелины. Сколько там надо было их? 300 грамм картошки. Сколько там в одной картофелине грамм? 150. Две картошки. Так, так, отлично. И идём готовить на соседней комфорочке. Красота. Всё чики-пуки. Сейчас главное критика будет не этого не потерять. И будет вообще всё хорошо. Просто если критик сейчас от нас это свалит и скажет, что ты сделал всё неправильно, некрасиво и невкусно, то будет это не очень здорово. Кстати, да. Про лососи я не забываю. А то ж я могу. Так, это я помыл. Это хорошо. Угу. Так, чё с лососем? С лососем всё хорошо. С картошкой тоже в целом всё неплохо. Да, 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 да. Что-то солнце опять зашло, опять нахрена не этого. Погоди, прям 5 секунд. Я не могу, мне прям очень громко. Наверное, вот на 45 поставлю и фоновые звуки на 35. Применить и выйти. А всё равно один хрен громко осталось. Я не знаю, что делать за звуком с этим. Он очень громкий. Так, отлично. Угу. Картошка тут всё тоже варится. Сейчас всё, пока мы переложим, будет всё хорошо. Обжарили. Переложим на ту же тарелку. Подавайте горячую. На какую ту же? На ту же-то на какую? На ту же с картошкой. И у меня нет ещё с картошкой тарелки. Так что подожди. Возьмём вот... Тарелку простоту возьмём. Тарелка простота. Переложим сюда лососика. Угу. А можно как-нибудь погромче огонёк сделать, чтобы он чуть посильнее, побыстрее, чтобы пожарилось, поварилось, и чтобы не ждать столько времени, а то как-то... Как-то уже умаялся я ждать, умаялся. Так, вроде больше ничего не нужно там, нет? Нет, ничего не нужно. Короче, дожидаемся картошку и подаём. Попробовать? А чё такое проба на соль? 1,2%? Это плохо или хорошо? Чё за проба вообще? Как я мог попробовать количество... Количество картошки он попробовал? Или же что? Или я не пойму чё-то? Так, картофан почти сварился. Да? Сварился картофан-то? Сварился, скорее всего. Главное не переварить, а то будет разваливаться весь. И будет невкусно. Так, сверху чем-нибудь перчить, солить нужно, нет? Да нет, вроде не нужно. Вроде не надо. Ну и хорошо, пойдём. Отдаём. И всем должно всё понравиться. О, путь к славе. А чё вкусу-то тебе не хватает, я не пойму. Ну ты, конечно. Жалобы гостей. Стейк, лосося, недостаточно соли и слишком много чёрного перца. Да как там может быть много, если я всё делал по рецепту? Ошибки при нагревании филе лосося. Скорее всего, я переварил немножко, да? Этого, пережарил лосося. Вы заработали достаточно очков в готовке, чтобы открыть новый рецепт. Для этого, используя приложение, на ноутбуке нажмите это, чтобы продолжить. Новый заказ. Сейчас ресторанный критик сделать заказ. Соберитесь. Хорошо. Вот такой заказ. Не опозоритесь нас перед ресторанным критиком. Томатный суп. Куриный бульон 700. Так, у нас с тобой 700 нет явно, поэтому давай купим. Купить. Нужна кастрюля, возможно, даже чистая. Так что пойдём это. Не опозорим. Куриного бульона. Надо налить. Ну-ка, сейчас мы это не опозорим. Ещё раз опозорить будет очень некрасиво. Ну, давай наливай уже. Эту банку мы явно должны использовать. Так что вот, давай. Здесь 700. 700. То есть мне нужно налить ещё 420. Айди, чутка прям переморил. Ну, соль и 12 грамм. Куриный старинный критик. Иди ты в жопу. У нас времени ещё 6,5 минут. Соль. Соль. 12 грамм. Чёрный перец. 12 грамм. Ну-кася. Соль. Вон соль. 12 грамм. Я и не хочу ошибиться. 12 грамм. Чёрный перец. Чёрный, говорю, перец мне нужен. Тоже 12 грамм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Отлично. Потом. Молотый каенский перец. А он у меня есть? Вообще такой? Да, есть. Его нужно 6 грамм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, косорезил немножко. Ладно. Помидор 960 грамм. Репчатого лука 120. Ладно, пойдём. Помидора 960. Ладненько, давай. Будем думать, что... 960. 960 это... 240. 480. Да ладно, это столько нужно. Раз, два. Раз, два. Вроде всё. Вроде всё. Все 960. И лука 120 грамм. Лука, 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 лука. Нужно лука. Всё. Так. И всё это дело измельчить до однородной массы после приготовления на огне 60 секунд. Я понял. Так. Ну, давай возьмём таймер. На дуракат не будем всё-таки делать. Установить и бросить. Не знаю, зачем, правда, здесь вот всё написано. Хрен его знает. Ну, прям отключаем таймер и идём... Выключаем огонь. Потом вот этим вот... Дудулькой вот этой вот... Про... Про... Хе-хе. Микробы не успели напасть на эту дудульку, поэтому ничего страшного. Измельчаем и отдаём ресторанному критику. Естественно, там сметаной нужно залить всё это дело. Добротненько. 150 миллилитров, кстати, нужно ещё купить. Сметаной купить. Там уже циферки быстро побежали, поэтому... Остаётся всё ничего и... Уже нужно будет гасить огонёк. Пока водички попить можно. Если слышишь, у меня голос не очень правильный. Не знаю, что с ним случилось. Немножечко он у меня... Не такой, как обычно. Точно 60 секунд? Да, точно 60 секунд. Так. Гаси. Выключай. Бери дудульку. Измельчай. Так. Всё. Нормально измельчил-то, нет? Самое оно. Ой. Не гуди. Ну и упал, и упал. Не тебе страшно. Так. Чё дальше? Добавьте ингредиенты сметаны. Налейте столько-то... Так. Сметану наливаем 150 миллилитров. Так. Вот из этой сначала. Здесь почти соточка. Значит, осталось 53. Да? 53 же? Или нет? Ну да. Где-то плюс-минус. Ну да. Ну плюс-минус. Я же говорю плюс-минус. Чё ты меня не слушаешь, что ли? Так. Ну, вроде как бы всё готово. И теперь мы должны налить это всё дело в глубокую тарелку и подать. Глубокая тарелка. Берём глубокую тарелку. Берём супец. А можно, блин, глубокой тарелкой суп просто зачерпнуть, нет? Не, хрен, нельзя зачерпнуть. Сколько у нас секунд осталось? О, ещё две минуты с лишним. Нашалить. Так. И как теперь? Повернуть вокруг, обернись назад. Духи с тобой связаться хотят. Мир не такой, каким кажется он. А сколько надо наливать-то, не знаешь? До краёв пусть, пусть это, пусть наслаждается моей щедростью. Так. Ну и погнали. Ресторанный критик. На, удивляйся. Вроде всё по рецептуре сделал. Да, смотри, как всё хорошо случилось-то у меня, а? Как вкусно томатный суп, чаевые. Порадовал критик. Нихрена себе, шесть достижений сразу твоё налево. Куда столько-то? Эээээ... Гость довольна. Ресторанный критик одобрил наше блюдо. Мои молодцы. Я молодец, а не ты. И не мы. Отличная работа. Я, правда, горжусь. Первый шаг на кулинарный. Олимп. Новый заказ. О, вот это я люблю. Ага. Форелька. Чего? Чего? Да ладно, ты чего? Я столько не могу сразу-то. Ладненько, давай сможем. Эээээ... Эээээ, а как бы смочь, если вот я не могу. Возьмём вот эту вот дудульку. Положим её на противень. Её нужно там припорошить. Перцем тимьяном сушёным укропом. По пять грамм, да? Перец тимьяном с сушёным укропом. Перец тимьян и сушёный укроп. Перец тимьян и сушёный укроп. Так, а где этот перец-то? Чёрный же перец нужен, да? Ну, да-да, чёрный перец. Отлично. И дальше что мы делаем? Противень берём и помещаем на... На-на-на-на-на-на 90 секунд. Берём противень. Открываем вот эту хреноту. Сюда ставим, на 90 секунд ставим. Заводим будильник. Ой, нет. Отмечаем. Так, идём дальше. Так, здесь больше ничего не нужно, да, кроме лимона-то? Да, кроме лимона больше здесь... Ай-яй-яй, отпусти меня. Больше ничего не нужно. Здесь нам нужно с тобой сделать что? филе лосося приправить солью и черным перцем короче нужна нам картошка картошка нужно обязательно это не суп это картошка нет нет я должен был другой сделать кое-что вот так я должен был сделать типа все как и положено поставить вот сюда вот нет и опять же не то делал надо литр воды налить литр воды налить перевернуть краник налить водички отлично потом взять картошки 2 по моему есть не память не изменяет до даже ведь да да так взять соли 20 грамм естественно как же без нее нас и сейчас соли и запустим ее варить так картошка пусть варится эту ерунду закроем пока что пюрешку то это вот тоже вылить нужно а то она только это вид мешает вид портит так все красота чистая сковородка сразу стала вот эту ерундовину мы с тобой вот поставим куда-нибудь вот на задворке общества вот сюда вот отлично сейчас пригорит берем значит эту ерундовину как она называется форель теперь форель с форелью что делаем нам нужен лимон с тобой лимон на тарелку сушеный хрен сушеным хреном сейчас ее нужно посыпать у нас есть сушеный хрен нет есть сушеный хрен то я у тебя спрашиваю есть сушеный хрен или нет а может быть это нет это соль давай посмотрим сушеный хрен купить теперь есть 5 грамм сушеного хрена и вообще все красиво будет сушеный вот по специям очень все вкусно очень хорошо получит упать что такое это трофей меня дали какой-то лимон 80 грамм на 4 по 20 вот это тот самый сложный лимончик пойдем возьмем лимончик кладем его на досочку разделочную кстати там картошка еще не сварилась нет еще не сварилась возьмем вот так это мать его самое сложное но в целом наверное да наверное правильно где-то где-то так должно быть берем тарелку на большую тарелку надо выложить нет на тарелку просто тарелку возьмем обычную тарелку обычную тарелку поставим его сюда картофан картофан сейчас закончится творится моего тоже уберем естественно вот так и стейк лосося стейк лосося а я же у них не начал даже жарить серьезно какой молодец кто и налево так положим вот сюда многозадачность я не поддерживаю картошку сварил так а здесь нужно солью черным перцем подожди я это уже делал разве нет разве нет я разве не делал это соль черный перец 5 грамм соль соли и 5 грамм черного перца да возьмись ты возьмись ты да что ты будешь делать ну ладно ничего страшного положим это все нет мне сказали сначала нужно наливать простительное масло пятерочку а нет десюнчик не на ту кнопку нажал случайно задумался так и так да не так а вот так вот нажать нужно вот эту кнопочку и его жарить нужно сколько 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 надо по 60 секунд каждый старт ладно еще еще успеваю хотел завести будильник ты и заведу нечего тут так и давай вон то сдадим сразу чё у нас там порежьте лимон я лимон я порезал лимон порезал естественно беру рыбёху беру дольки лимона которые порезаны почти по 20 грамм и украшаю тремя этими этими 2 3 красота пойдем сдавать на сдаю вот это отлично зачем ты мне это показываешь я там занят вообще-то я занят там приготовлением другим окей так с этим чё и чё тут надо картошка вареная картошку вареную нужно тоже переложить вот вот эту тарелку нет я никто нажал я хотел взять картошку положить вот сюда чё там по лосося целом все приемлемо так перевернуть вот так и вот так вот так ага давай тебя еще разок установим на минутку чтоб позвенел если чё так его украшать потом ничем не нужно будет да вроде бы как бы нет вроде бы как бы нужно просто вот нужно просто вот взять да пожарить так что все хорошо блин такой срачей мне каш на кухне что такое вот как это называется куда-то надеть да положим это вот сюда на стол на вот это положим и все будет классно выглядит хорошо выглядит красиво но ни к чему она пользы никого не приносит будем ждать когда здесь шкала заполнится потому что я по будильнику не верю он что-то как-то немножко меня мне кажется обманывает хотя может он и правильно все показывает но тот раз он что-то мне кажется гораздо дольше жарил чем необходимо я водичка махну так подходит уже подходит 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 хоп так тарелка то где тарелка с картошкой тихо уходи 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 так так серьезно ты зачем его уронил то пойдем пойдем сдавать скорее в пас да ладно минус 0 секунд ты чего издеваешься что и какие сверхурочные стеки с лосося отлично на 5 звезд я же говорю я шеф-повар как только соберете последний заказ мы закроем ресторан новых заказов не будет это хорошо это я рад фазу уборки это обязательно нужно и провести потому что тут срачельник какой-то куриный бульон это надо выбросить вот здесь вот мусорка работает нет работает вот это по-хорошему тоже выбросить но это тоже выбросить супец давай выбросим хотя может он нужен будет суп и томатная не знаю вдруг чё вот это вот был убрать бы по-хорошему а вот что вот это она очень нужно нет наверное очень тряпочку какую-нибудь схватить утварь мне нужна не халуинская свеча мне нужна тряпка ну или губка хотя бы да губка же ведь нужно точно 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 нужно давай губку возьмем готовим снаряжение да какое снаряжение мне нужно протереть это говно а ее можно просто так протирать ладно понял не подожди нельзя не понял не очень понял ой не на ту кнопочку нажимаю нельзя вот так вот протереть все нет видать нет как я какой ты молодец видать нужно как-то все по-особенному делать я чё-то не особо сильно понимаю как но ну ладно вы напишите там в комментариях как это делается чтобы я знал что там с вазы уборки нож нож по уберем вот сюда а куриного бульона на суп вообще в любом случае не хватает как бы ты не крутил как бы ты не хотел не хватит в любом случае огнетушителя нет кстати нужно блин огнетушитель прикупить заранее чтобы если чё вдруг то не бегать и не думать где же его взять огнетушитель это обязательный элемент любой кухни иначе чего вдруг чего и все и сгорел и сгорел к хренам собачьим конечно здесь очень много всяких систем он видишь эти как они называются разбрызгиватели стоят на темпе от температуры которые плавятся то есть то есть они может помогут когда-нибудь но но думается мне что не сильно у меня 25 колпаков и я могу наверное свинин на кости с печеным картофелем сделать или например например бульон из утки или например гаспачо гаспачо это вкусно говяжья лопатка на гриле с печеным картофелем тоже очень здорово но 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 нет рождественская буженина от креветочки креветочки самое но креветочек новый ингредиент поищите в магазине или кладовой хорошо креветки самый свежий ингредиент с которым мы научились работать загляните в магазин или кладовку кладовку короче хорошо хорошо топленое масло теперь используется наших блюдах ингредиент найдется в магазине и в кладовой хорошо хорошо я понял уже топ ю потому как дорого стоит ну табурет хлопушка, рождественский этот, камеры, губка, горелка, газовый баллон, ведерко, спе... утварь. Может, в утваре есть эта тряпка-то? Да не вижу я здесь ничего. Шпажка. Мне зачем шпажка твоя нужна? Мне нужна тряпка, чтобы ее... чтобы ею мыть. Так, но у нас есть еще минута, так что можно... есть возможность попробовать себя в уборке. Почему вот на ней отображается значок, как ее называют, уборки, вот эти швабры, но она по факту ничего не протирает. Вот я тру-тру-тру-тру-тру и ничего не делается. А? Я намочил губку. И как? И что я должен с ней сделать? Нет. Детальное управление. Бросить. Бросить. Неплохо. У нас 6 секунд, поэтому давай пропустим. Это был хороший день. Удача. А, то есть я... День закончил, что ли? Серьезно? Я-то думал, что я жду здесь. Я думал, что заказа жду один. Так, ну неплохо, неплохо. Нужно в дартс еще поиграть, зайти, не забыть. Новые перки доступны, ежедневная награда, звезда за блюда, награды за звезды славы. Выберите перк. Получите 3 дополнительных очка навыков вместо открытия перка. Так, руки не дрожат. Угу. Вот, наверное, вот это вот нужно. Небольшая помощь. Доступны навыки. Я вот это вот прокачивал, чтобы мне очки были больше. Очков больше давали. И еще нужно, чтобы они меньше ко мне были, менее придирчивыми были ко мне. С очков славы больше. Но это, кстати, тоже очень хорошо. Давай его прокачаем. И прокачаем, наверное, еще. Можно фазу уборки. Нет, подготовительная фаза мне тоже особо не нужна. Пока что мы с ней не разобрались, как работать. Поэтому пока оставим ее так. Время подачи блюд. Вот это, наверное, полезная вещь. И начать новый день. Думаете мне, что это хорошее будет умение. Блюда дня заказывают чаще других, но не уделяйтесь, если гости выберут из меню что-то еще. Подайте два блюда с оценкой не менее трех звезд 50 хп дают. Мы открываемся через час, используя это время для подготовки к работе. Хорошо, а что надо делать-то? Ну, можно, конечно, попробовать. Что еще? Что можно попробовать? Можно начистить картошки, приготовить, как его называют. Расставить специи можно. Зачем-то. Ну, типа, пусть стоят поровнее. Хрен сушеный, там еще что-нибудь. Каенский перец. Еще что-нибудь там интересное. Вот соль, например, самая основная специя. Таймер пусть вот тут стоит. Жаль, его на стену нельзя прилепить. Я бы прилепил бы, и вообще было бы классно. Все, чистый. Противень чистый. Правильно? Нет, противень не чистый. Это его мыть нужно, что ли? Так, погоди. Я помыл. Все, чистый, чистый. Все, красота. Чистый противень. Сметаны. Сметаны, сметаны мало, хватит нам ни на что. Не хватит нам этой сметаны, потому что она кончилась почти. Но можно, конечно, ее купить, но мы купим ее обязательно в следующий раз, когда она нам нужна будет. А пока что у нас есть две минуты, и мы можем... Мы можем. Че там пресс-то? Куда пресс-то? New game. И дальше че? А как кидать-то? Че кидать? Я не пойму, а где дротики-то взять? Дротики-то где лежат? А дротиков-то нет. Хреновая игра, короче. Я не пойму, как в нее играть. Ладненько, закроем эту игрушку. Ну, глупостями заниматься тоже на рабочем месте не следует. Пропустим фазу и начнем дальше готовить. Ну, потому что. Потому что мы можем. Можем готовить. Где клиенты? Новый заказ. Украинский борщ. А, это томатный суп был, да? Томатный суп мне не нужен. Мне нужен украинский борщ. Украинский борщ это тоже готовится не так сложно. Так что все будет хорошо. Угу. Че там нужно-то было? Куриный бульон тысяча. Тысячу у нас с тобой пятьсот. Ладненько. Давай куриного бульона купим. Купить. А здесь тысячи есть. Я что-то даже не подумал. Сразу выбрасываем. Че там? Куриный бульон тысяча. Соль двадцать. Черный перец двадцать. Соль, черный перец. Соль и черный перец. Зачем я сюда сразу бегаю? Не знаю. Соль и черный перец. По двадцаточке. По двадцаточке это много, хочу заметить. Но в воду, в воде-то оно все растворяется и особо не чувствуется. Так, свеколки 600 грамм. Репчатый лук 120. Ой, пойдем. Вот здесь вот нажмем и будем вот здесь набирать. Свеколки 600. Раз, два, три, четыре, пять. Репчатый лук 120. Готово дело. Блин, нельзя уходить никуда с места, пока ничего не сделается. Пока все анимашки не пройдут. Морковки 70, петрушки 80. Морковки 70. Петрушки 80. Все классно. Пойдем. Ставим на огонек. Да? Больше ничего не нужно делать. Да, ничего не нужно. 120 секунд варить. Давайте таймер возьмем. Установим его на две минуты. Красота. И большую тарелку сразу возьмем. Пюрешку тоже вылить нужно, а то она как-то тут ни к чему. Не научился я особо пока еще управляться этой кухней и вообще убираться здесь. Как бы пока еще не приучился. Прям совсем не приучился. Видишь, оно все падает. Все кладется не туда, куда хочется. Несподручно все. Опа, что это такое? Сушеный хрен. У меня теперь два сушеных хрена. Это классно. Я просто потерял его тогда, получается, в прошлый раз. А думал, что не купил. Ну, как я его могу не купить, если он мне нужен был по заданию? Я же помню. Целую минутку куховать. Целую минуту нам с тобой придется сейчас куковать. Тут репчатый лучок, кто уже начал это... Гореть. Мне кажется, он сейчас горит. Что за переключить наборы? Куриный бульон, свекла, репчатый лук, петрушка, морковка. Что там? Соль, черный перец. Круто. Мне кажется, 120 секунд это явно много. Потому что там что-то очень, очень уже репчатый лучок-то сгорел. Может, его достать надо будет оттуда? Да нет. До конца-то он не сгорит, он не успеет. Ну, шаганек потише сделать, а то что-то там прям правда уже плохо становится с ним. Я списал все дело на время, которое тратил на установку таймера. Вообще хорошо. Прямо по самой небалу я все налил, чтобы человеку было приятно, что о нем позаботились и налили в склей. Ага. Держите. Украинский борщ, борщ без мяса, без всего. Простой украинский борщ, чаевые три. Что такое это чаевые три? Мне три монетки дали или что-то? Девять центов дали. Много-то как, много-то как. Пять звездочек. Ты представляешь, на пять звездочек. А куда повесить вот это чудо, нет? Нельзя? Да. А вот это томатный или опять украинский борщ? Томатный суп. Кстати, он у меня был. Вот он. Давай нальем его в микроволновку. Ой, мик... В тарелку. И погрем в микроволновке, мне сказали, что так можно делать. Ой, 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 ой. Так. И как этим пользоваться? А я что-то не понимаю, наверное, да? Или что? А как погреть-то? Или я должен туда сам еще и налить? Я что-то не пойму, да? Видать, придется нам с тобой... Греть его вот здесь. Главное, мим не пролить. Мне не жалко, я погрею его на плите. Я так понимаю, нужно просто вот до кондиции довести, когда зелененькая стрелочка, вот эта полосочка дойдет до конца, будет суп готов. Погреется, так сказать, до нужной температуры и будет все хорошо. Нашему клиенту понравится должно. Ну, заодно и проверим. Блин, если не понравится, значит, опытным путем выясним, что так делать не нужно. Тут у нас что, выкинуть тут это все дело надо, хотя... Хотя... Хотя зачем выкинуть, если все вкусное, все самое вкусное осталось. Есть кто придет к нам недовольный, мы ему скормим вот эти морковки, петрушки и всякие вот эти вот коренья. Давай уже, готовься. Сколько можно ждать? Сколько ждать можно? Большая кастрюля, большая кастрюля. Супа пол-литра всего-навсего греется уже часа три. Угу. 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 Не-не-не-не-не-не, вон туда. Вон туда, да, все. Пойдем подавать суп. Если вам понравится, то вообще классно. Я не удивлюсь, сейчас будет ноль звезд. Пять звезд, красота какая-то, гляди. Сейчас задание должно... Да, задание выполнилось. Отлично. Отлично. Так, новый заказ, креветки. Твою налево. Топленое масло 30 миллилитров. Купить топленого масла. Креветок 120 грамм, а где бы мне их взять-то еще? Креветок. Купить. Фу, козявка какая. Соль, креветки, черный перец. Жарьте 50 секунд, переложите все в глубокую тарелку. Подавайте горячим. Хорошо. Шесть с половиной минут у нас есть. Топленого масла на сковородку. Пойдем, сковородка, вот она. Берем топленое масло. Сколько? Сколько топленого масла? 30 миллилитров. Хорошо. Отлично. 30 миллилитров топленого масла. Сюда мы берем и кладем сколько-то... Эээ, нужно сначала посолить, поперчить, а потом креветок. Хотя нет. Лучше креветок, потом уже остальное все. Нужно 120 креветок грамм. Если в одной 20 грамм, значит 6 штук. Это значит сколько? Значит нам нужно еще 5. Тихо. Раз, два, три, четыре, пять. Какие-то они не особо правильные, какие-то некрасивые креветки. Сюда мы накладываем соль и перец. Да? По 10 грамм. Соль и перец. 10 грамм. И, естественно, черного перца. Пара-па-пам-пам-пам. Пара-па-пара-пара-пара-пара-ра-рам. Та-па-ра-рам-па-пара-ра-рам. И поджигаем. Поджигаем, говорю, поджигаем. И что-то ждем. 50 секунд надо жарить. Так, нужно нажать вот сюда вот. И... Ладно, вот так вот подставим. Ой. Подрумянились уже все? Ну, кроме одной. Она какая-то... Не особо такая активная. Погоди, мне не нравится, что она такая. Может, подрумяниться хоть немножко. А то некрасиво получается, что она одна-то недожаренная, да? Видать, все. Хотя игра говорит, что нет. Ладно, пускай будет все. Теперь дольки. Дольки лимона. Дольки лимона — это мое самое любимое. Теперь мы можем, удерживая shift, держать на месте этот лимон. Скорее всего. Хрен его знает. Сейчас нам... Давай, смейте. Научимся. Так. Shift. Руки не дорожат. Да, руки... Руки-то и так не дорожат. Я вот только вот молодец и немножко уже накосорезил. Наверное, как-то так. Да? Ну, наверное. Не могу знать. Я же у меня в глазах весов нет. Так, в глубокую тарелку все это дело перекладываем. Берем глубокую тарелку. Берем креветку. Креветка. Да, вот эту вот самую... Ну, под другие положим, чтобы не... Да, блин, очень мало креветок, чтобы ее потерять. Вот эту недожаренную. Все? А, и петрушки 6 грамм. Свежая петрушка 6 грамм. Это одну штучку, что ли? Нет, три. Раз, два, три. Но это одна все-таки розовая какая-то, некрасивая прям. Мне было бы стыдно это отдавать, но уже поздно. Уже отдали. Да, все-таки их не понравилась одна. Наверняка как раз из-за этого, из-за того, что вот одна недожаренная, она и... Звездочка одна упала. Отсутствует продукт сме... Какая смесь? Ошибка при нагревании. Ну да, я так и понял, да. Окей. Окей. Что-то мне кажется, я на самоокупаемость какую-то работу. У меня как было 380 монеток, так и осталось. Так, возьмите продукт филе лосося. Да... Еще борща надо. Томатный суп. Серьезно. А это что? Это явно не томатный суп, это ерунда какая-то. Эту мы положим вот сюда, чтобы она нас не отвлекала. Где больше времени? Так, вот здесь, значит, томатный суп сначала начнем. Куриный бульон 700 миллилитров. Так, у нас гораздо меньше, но ничего страшного. Угу. Сразу на помойку выкинем. Возьмем в жидкостях куриного бульона, купим. Здесь сколько у нас с тобой? Ага. 127 обналить. Тихо. Вот так. Ладно, давай еще нальем. Ладно. Пойдет. Что там еще нужно было? Соли 12, черного 12. Это по классике, естественно. Соли 12, черного 12. Так. Так. Так, не падай. Черного 12. Ты тоже упал. Что ж ты будешь делать-то? Молотый каинский перец 6 грамм. Помидоров уже... Сейчас посмотрим. 6 граммов. Угу. И пойдем помидорчиков наложим. Помидор 960, трепчатый 120. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И 120 лука. И идем это все дело варить. Сколько секунд там нужно было варить? 60. Красота. Теперь закрываем это все дело. Идем вот здесь. Вот филе лосося. Фуле лосось кладем сюда. На грязный стол, естественно. Куда же еще-то? Отсюда вот соусы всякие выметаем. Да что ты будешь делать-то? Вытрясь, вытряхнись. Филе лосося мы солью и черным перцем по 5 грамм насыпаем. Все так и делают. В ресторанах во всех так делают. Ты просто не знаешь. Все вот так вот на стол кладут, а потом все делают. Угу. Так, черный перец тоже сделали уже там. Так, добавьте на ту же сковородку ингредиенты подсолнечное масло и филе лосося. Чего? А, это у меня телефон решил написать, что все хорошо. Так, понято. Ой, тихо, тихо. Суп подождет. Сейчас мы с филе лосося разберемся. Положим филе лосося вот сюда. А, нет, мне надо сначала налить маслице. Масло нужно налить 10 миллилитров и положить туда филе лосося. Угу. Отличненько. Красота. И, естественно, начать готовить. А, по 60 секунд с каждой стороны. Ну, это легче легкого. Естественно, делаем... Делаем вот что. Берем томатный суп. Сметану нужно еще 150 туда налить. Сметана есть, измельчитель есть. Пойдем. Ну-ка. Да что такое-то. Наверное, все. Красота. Бросаем. И можем спокойно уже почти что... Почти что-почти что-почти что отдавать. 150 сметаны нужно налить. И уже подавать клиенту. А, ну, чуть-чуть переборщил. Ну, ничего страшного. Пожирнее будет. Вкуснотища. Глубокую тарелку, естественно. Как без нее? Так, и... Уже нужно переворачивать. Так, так. Так, нужно лопатку. Лопатку берем. Оп. Красота какая. Слушай, прям... Прям шеф. И берем еще раз. Заводим будильник на минутку. Кастрюлю. Ну, чутка промазал. Ничего страшного. Во! Красота! Красота! Иначе не опишешь. Супец. Вкуснятина. Главное не перепутать. Не отдать тому, кто заказывал стейк. Почти 5 звезд. Чутка я там где-то наплошал. Но ничего страшного. Слава почти 70. Это уже не может не радовать. Что там с лососем? Ну, с лососем все красиво. С лососем все очень хорошо. Хочу заметить даже лучше, чем я предполагал. И я сейчас опять красный. С чего вдруг хрен его знает. Потому что тут солнышко решил выйти. Ну, кто бы сомневался, что он именно сейчас и выйдет. Но. Мне кажется, я уже давным-давно сижу тут красный. Так что. Я уже не удивляюсь. Ай. Фили лосось. Фили лосось. Уже почти готово. А, кстати, его нужно ведь подавать. А, с картошкой. Я же дополошал. Твою мать. Вареная картошка нужна. Вареная картошка. Мне нужно кастрюлю взять. Мне нужно кастрюлю взять. Ммм. Томатный суп. Томатный суп. Томатный суп. Извини, я тебя выброшу. Прикинь. Вой, это я сейчас налашался. Так. Литр воды. Срочно. 20 грамм соли туда. 20 грамм соли туда. Ну-ка, поставь. 20 грамм соли и картофель 300 грамм. Угу. Сейчас сварим побырику. Побырику сварим. Я сижу, расслабился уже. Думаю, все, у меня уже все хорошо. Угу, хорошо у него все. Сидит он тут. Так, что там нужно-то? 300, да? 300 грамм. 300 грамм картофеля. Две картошки. Ну, мало ли, заказ изменили. Я что могу знать. Ну, естественно, вот так. И 60 секунд. Нет. 120. Две минуты. Я уже просрал. Ай, господи, ну ладно. Немножко недоварим. Чутка можно недоварить. Ничего страшного, ничего страшного. Зато лосось вкусный. А я что могу поделать? Задумался. Задумался о жизни. О простом, о вечном. Петрушкой надо украшать, нет? Нет, не нужно. Кто там орет? Хватит кричать, ребятки. Блин, вот это я, конечно, облашался. Сколько там картошка сварилась почти уже, да? Ну да, уже почти сварилась. Хочу заметить уже. Почти, почти, почти. Ну, когда будет 20 секунд, короче. Нет, 15. Когда будет 15 секунд, мы с тобой пойдем и отдадим эту картошку. Ну, типа она уже будет почти готова. Немножко хрустеть будет. Наоборот, пикантности добавит. Хруст добавит пикантности этому блюду. И поэтому будет совсем по-новому звучать даже все это. Шеф знает, что говорит. Я тебе точно говорю. Точно я то делаю-то? А то я может уже... Опа. Пора. Пора. Блядь. Пора. Пора, говорю. пойдем скорее паден скорее пойдем скорее пойдем скорее пойдем 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 сдать какие сверхурочный я сдал вкуснятина 5 звездочное вкуснятина красота были на 1 очку осталось тебя и налево как то как только вы соберете последний заказ мы закроем ресторанного заказывать не будет ну и ладно неко все на этом и заканчиваем скорее всю эту серию, правильно? Четвертый день заканчивается. Славы немножечко не хватило до второй звезды. Очень грустно. Но ничего страшного. Доход от блюд, доход от чаевых. Общий доход 75 центов. Обидно, что мы такую маленькую прибыль получаем. Хотелось бы побольше. Мне декор это точно не нужен, так что как-то, блин, лучше бы что-нибудь полезное открывалось. Фаза уборки тоже особо сейчас не нужна. Давай лучше очки или что-то там. Что там? Время сгорания, время подачи блюд. Время подачи блюд можно было бы увеличить, но пока что да. Пока что я считаю, что не нужно. Давай вот это прокачаем. И вот это. Красота. И выберем рецепт какой-нибудь. Стейкс картуфелем фри. Это или это. Давай вот этот. Хорошо. Да-да-да. Давай на этом попрощаемся. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. И увидимся с тобой в следующей серии, в других игрушках. И до скорой встречи. Пока. Продолжение следует... Спасибо. Спасибо. Спасибо.